200 заявок со всего Северо-Запада, но в полуфинале только 21 проект. Всероссийский конкурс «Культурная мозаика малых городов и сел» как всегда удивляет оригинальностью идей, отрадно, что большая их часть из Архангельского региона. Мы на этот конкурс заявились с проектом под названием «Круг съезжих праздников в Пинежской гостеванице». Мы решили восстановить старинные праздники, престольные, деревенские, дать им новое дыхание. Как это сделать, рассказывают столичные эксперты и доказывают. Цель конкурса не только развивать конкретный проект, но и территорию, где он будет реализован. Этот конкурс создаёт другой поток инициативы людей, соорганизованности людей на местах, которые начинают вместе улучшать то место, где они живут. И примеров таких за два года проведения конкурсов по море немало. Мастерская Александра Тишутихина – это берестяной промысел. Ещё один проект – это Нёнокс, в городе Нёнокс. У них есть старинный соляной амбар, который они начали восстанавливать и продолжают в этом году тоже это делать. В полуфинале конкурса поморских проектов девять, что вдвое больше, чем в прошлом году. Сегодняшний семинар как раз посвящён тому, чтобы помочь людям более точно определиться, уточнить свои проекты, выбрать главный фокус этих проектов. Победители конкурса «Культурная мозаика» смогут получить на реализацию проекта до 700 тысяч рублей. Гостить в гостиных дворах «Культурная мозаика» будет в течение трёх дней. Участников ожидает работа в группах, тренинги и мастер-классы. А насколько продуктивными они будут, покажет финал конкурса, который состоится в конце августа. Артемий Заварзин, Олег Ширеев, «Автограф дня».